Перед тем, как мы перешли границу, нам всем из подразделения начали выдавать боеприпасы, оружие и сильнодействующий наркотик, промидол, который нужен для того, если ты сильно ранен и у тебя болевой шок, чтобы ты не умер от болевого шока. И начали выдавать красные боеприпасы. После того, как мы пересекли границу, мы двинулись в сторону населенного пункта Новая Слобода. Пересекли его и двинулись дальше. Задача нашей бригады изначально стояла дойти до Киева и взять три моста, которые идут через Днепр. На все про все сказали, что у нас уйдет пять дней. Уже загнаны все в угол, как псы. Все на нас положили. Наши командования на нас положили. Обращаются с нами просто как с расходным материалом. После того, как мы пересекли границу, мы кочевали с одного населенного пункта в другой, пытались захватить Гоголев. Но ничего не получалось. Когда мы пересекли границу у русских солдат, они поняли то, что все дозволенности, они на этой чужой территории почувствовали себя хозяевами. Начали мародерить, грабить, убивать мирных жителей и насиловать женщин. И доходило даже до того, что воровали даже технику, надувные лодки. Я сам лично это видел, когда мы заезжали. Люди живут своей украинской жизнью и не хотят нашего освобождения. Мы здесь чужие. Хотел бы еще сказать своим военнослужащим, которые находятся сейчас здесь, чтобы они прозрели, что нужна эта война никому. Геноцид 1 апреля попал в плен. Во время атаки, прорыва, оказывал медицинскую помощь сослуживцу. Но за нами никто не подъехал. Нас просто забыли. После этого ничего не оставалось делать как? Сдаться. Я тебя прошу, чтобы ты по новостям не верила, то, что там говорят. У нас нихуя не все хорошо. У нас не полторы тысячи. У нас гораздо больше смертей. У нас разбили почти всю армию. Тут нас рубят просто как котят. То, что я сейчас живой, это просто большая удача, то, что я выжил. И у самих бывали такие случаи, то, что мы мародерствовали, выносили золото из домов. Были даже такие моменты, то, что некоторые индивидуумы вообще дома сжигали местным жителям и оставляли их без крова. А что сделали с Харьковом, с Мариуполем? Мы эти города вообще с лица земли стерли. Нам всем все это время ссали в уши. Нам Путин рассказывал то, что мы освобождаем Украину якобы от фашистов, националистов. А тут за все время, что я тут нахожусь, я не встретил ни одного фашиста, ни одного националиста. Я только слушаю и вижу, какие наши звери и что они тут делают. И я сам себе не могу объяснить, что я тут забыл. Погнался за большими бабками, как придурок. Потому что обещали тут золотые горы. И я повелся, как дурак.